привет друзья с вами андрей чайкин он же геныч не пугайтесь что я в домашней обстановке речь пойдет о походах и дальних экспедициях сегодня я наконец берусь за формат который давно хотел сделать да и обещал тоже сделать но сам с трудом представлял как это все должно выглядеть и как это осуществить ну на самом деле неясности есть и сейчас но думаю что они будут решены уже по ходу пьесы итак друзья я хочу сделать видео которое поможет подготовить дальний экспедиционный поход с картами с треками с координатами и прочими важными деталями которые необходимы нам при подготовке планирования путешествий и начну я с карельского берега это район в которой мы совершили 12 экспедиций мы прошли всю эту территорию от чупы до пурноволока и выходили также к станциям амбарный и ангозера в результате у нас накопилось довольно много информации да вообще раньше да вот появление серьезных таких электронных всяких навигаторов я готовил каждый раз вот такую вот серьезную тетрадку как толстая с описанием всего маршрута всей природы там климата из даже истории региона да то есть бумажные карты там спокойно но сейчас появлением достаточно таких легких и мощных электронных устройств которые к тому же имеют устойчивость к воде да и достаточно большой объем памяти я перешел на электронную версию и в бумаге я делаю только с карты и описание маршрута краткая вот потому что но это как бы страховка основной все таки основная работа идет с электронным устройством еще учитывая то что большинство людей при планировании путешествия ограниченные временными рамками рамками отпуска я дам только короткую версию маршрута но если честно мы два последних захода на карельский берег то есть в тринадцатом и в семнадцатом году мы использовали именно эту эту версию маршрута вот она как раз вот укладывается в такие временные рамки но и при этом позволяет все-таки ознакомиться с самим карельским берегом ну что друзья давайте приступим к проработке маршрута долго я мучился с тем как мне это все дело показать как вывести на какой-то более менее удобный экран всю информацию с моего навигаторского планшета ну вот я вот так сделал так сказать вывод на телевизор вот буду таким образом показывать значит так я пользуюсь программой советские военные карты она достаточно удобная включает себя много слоев различных карт сейчас это общий вывод до видно что вот на экране у нас здесь имеется в углу масштаб двухкилометровый старт я прозевал забыл включить планшет включил где-то через километр только 1 ну вот и выключить его тоже забыл поэтому здесь сразу два дня вот выложены на этом треке значит поход начинается станции чупа вот она станция чупа сюда можно добраться по железной дороге поезда идущие из москвы и питера но и других городов крупных в мурманск чупа находится практически на полярном круге чуть чуть южнее полярного круга и ночью здесь нет даже не белая не очень-очень-очень светлые так что в принципе проблем с ориентированием нету из-за света здесь все отлично ну собственно собственно военная карта 500 метров к в данном случае к сожалению более подробных карт армия к наших нету зато есть другие слои и в других слоях карты более подробные и мы сейчас увидим карты слоя топом up вот мне нравится очень-то слой хороший вот и ну вот сто метров 100 метров очка и так вот станция чупа что мы здесь имеем друзья значит так выгружаемся в чупе надо перейти через пути и здесь несколько складских помещений ну там какой-то время так административно-железнодорожное здание и пара складов значит за крайним складом начинается гравейка которая ведет в чупу и от угла вот на повороте этой гравейки здесь нет выхода вот на эту просеку по просеке идет но здесь нарисована типа дорога на самом деле никакой дороги нет там тропа вот но такая тропа хорошая когда ты там была линия электропередач но она давно сгнила это там середина двадцатого века столбы попадали уже кое-где можно найти куски ржавого провода так вот на эту просеку можно выйти с угла здесь есть едва заметная такая тропочка но в принципе она там единственная вот и буквально уже через пару десятков метров вы выходите на вы выходите на просеку и по просеке вперед она прямая выходим к ручью середины вот но на самом деле это не ручей это достаточно серьезная речка и все зависит от того какие были накануне дожди в тринадцатом году мы ее перешли в брод где-то было выше колена и дно надо сказать что здесь достаточно хорошая прям вот в вместе этой переправы надо взять чуть-чуть влево но вот в семнадцатом году были очень сильные дожди ручей сильно поднялся по глубине то есть стал значительно глубже и там глубина была так сказать хорошо по грудь если даже не выше поэтому мы навели переправу и по пару бревен и по этим бревенам переправились на противоположный берег в общем вот наша переправка немножко немножко потеет камера но простите уж нас это вот потому что потому что большая камера у меня лежит уже на горе я уже искупался меня пацаны столкнули в речку бревном но не глубоко я так лег перекатился все нормально вот искупался искупался уже болин он нырнул прямо по центру в речку вот и два раза нырнул у сямба мы теперь с сямбой мы с сямбой мы озвучиваем поговорку андрюша по пояс здесь у нас прямо сразу за ручьем довольно высокий и крутой подъем на плато такое это вообще характерно для карелии с каменистый такой лоб и на нем можно сделать ночевку вода ручье если вы приезжать рано рано утром то есть смысл забиться на ночевку и поспать и потом уже утром спокойно выходить на маршрут дальнейший путь идет прямо по просеке и мы выходим к тому месту где просека сначала упирается в линии электро линии электропередач вида там все конечно очень хорошо вот а потом вручей это речка мельничная и опять-таки все зависит от того какие были дожди в тринадцатом году мы просто прошли и не замочив ботинок потому что вся вода шла под камнями семнадцатом пришлось переправляться мы переправились вброд но потом к лице сообразили что проще было пройти чуть-чуть вперед выйти на будем говорить так по своему берегу выйти на гравейку и тут мост есть дальнейший путь у нас идет достаточно долго теперь по гравейки сначала мы выходим к мосту значит через реку плавежма вот или плавежма честно не знаю куда ударение ставить и отсюда начинается на военных картах эта дорога отсутствует а здесь идет вполне такая хорошая гравейка на плотину вот этого стыка я не нашел то есть он на карте обозначен как будто вот здесь вот выходит дорога реально этой дороги я не видел может быть она там где-то есть в тайге я искал не нашел выхода так и дальше мы его топаем все время по этой гравейки до отметки нам встречная отметка будет восьмой километр восьмой километр между плотиной и чупой гравейка по которой мы шли с этой стороны здесь 32 километра это от плотины с той стороны 8 значения но главный опознавательный символ это вот начало тропы с противоположной стороны после этого восьми километров бутылка прибита к дереву вот это вот начало тропы еще одна отметочка с левой стороны дороги дерево прибита пустая пластиковая бутылка это разметка тропы здесь мы уходим уходим в лес и по этой тропе выходим на ту дорогу которую который я говорю я не нашел но здесь она видна как тропа это очень-очень старый зимник которые видимо использовался несколько десятилетий назад потому что посреди вот этого зимника посреди дороги растут деревья ну где-то сантиметров 20 в диаметре не меньше то есть зимник полностью зарос он очень глухо заросший но вдоль его края вот это скажем так право края идет вполне себе нормальная тропа по которой мы дальше идем вперед и следующие такой важный для нас важное для нас место это болото то есть здесь опять-таки вот обозначена типа хорошая дорога ходил вот тут видно я ходил ее искал никакой дороги здесь нет вот я шел прямо по дороге там просто тайга реальная дорога идет вот этот вот зимник переходит в гать и идет через болото честно сказать я побоялся идти по этой гате потому что там открытые окна видны да вот и уж совсем такое ну зыбкое болото поэтому мы по южному краю обходим болото значит дальше здесь вот у нас топомап не имеет информации то есть они просто рисуют рельеф какой-то и у них отсутствует растительность на самом деле здесь все зеленая тайга обходим это болото выходим в лес и подрезаем по лесу снова на зимник по этому зимнику идем вперед 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 и вот наконец у нас озеро название этого озера я не знаю на военных картах она обозначена как озеро с урезом 57 и 3 то есть вот как раз видно очень хорошо на армейке обход этого болота и на восточном берегу этого озера есть хорошее место под лагерь там стоит лежит огромный такой валун скорее не большая до скала одно кострище прямо рядом со скалой и надо сказать достаточно удобно потому что тогда получается отраженный отраженное тепло от этой скалы тайге достаточно сухостое то есть вот это вот место очень подходящее для ночевки здесь мы ночевали реальная ночевка первого дня общая протяженность маршрута первого дня около тринадцати километров переход второго дня идет по старому зимнику в принципе это тот же самый зимник который по которому мы шли накануне конечно же отправляясь вот на переход второго дня обязательно надо сделать хорошие слеги альпинштоки и идти с ними карты топомап не передают всю картинку они более подробного масштаба но будем говорить так вот этого зимника они не знают зимник по которому шли он буквально сразу здесь обрывается новый начинается где-то с серединки поэтому лучше всего пользоваться нашими армейками зимник постоянно идет по краям болот периодически поднимается на какие-то так высокие места и здесь он вполне конкретной дорогой такой выглядит легко проходимый и по нему хорошо идти но для преодоления болот конечно необходимо соответствующее снаряжение надо взять с собой болотники либо бахилы азыка мы шли в бахилах азыка их вполне было достаточно в болотистых участках были сделаны гати гати конечно сильно подгнили главное то что они очень сильно опустились но срубы эти остались до сих пор и в принципе если идти ориентируясь на эти срубы на бревна старые то вполне безопасно и ничего страшного здесь нету самый сложный момент на этом переходе это вот это вот последнее болото здесь сначала надо быть внимательными потому что вот здесь вот это вот раздваивание на самом деле выглядит вот на этом участке зимник как вполне хорошая дорога которая уходит на север здесь надо не прозевать более такая редко проходимая дорога которая идет на юго-восток-восток и потом она выйдя на болото переходит недостроенную геологическую дорогу насыпаны были кучи гравия но дорога была не доделана и самый здесь наверное такой сложный участок это в самом-самом конце перед выходом на геологическую дорогу здесь уже идет вполне хорошая геологическая дорога по которой можно даже ездить здесь я как уже сказал идет дорога по гате которая сделана из куч строительного мусора потом этот недостроенный зимник снова переходит в деревянную гать но перед самым-самым выходом к нормальной дороге на выход с этого болота гать заканчивается здесь надо быть очень внимательным потому что впереди не широкое но судя по всему глубокое и топкое место вполне такая себе нормальная трясина значит эта трясина обходится справа надо чуть-чуть вернуться назад к кустам которые у вас будут за спиной когда вы упретесь в трясину вернуться назад и там видна прямо такая прохоженная тропа по правой стороне чуть-чуть и выход сразу на высокий лоб бараний а там на геологическую дорогу рядом протекает река Керить вот и на ней на картах топомапа обозначены даже стоянки мы забились сразу на первой же стоянке которая была по пути нам на нее уходит тропа соответствующая достаточно легко выйти мы стали на первую же стоянку потому что со стоянки у озера мы выходили из-за погоды очень поздно в пять часов вечера и на ночевку мы вышли где-то только к полуночи вот но если уходить в нормальное время то здесь достаточно много стоянок на Керите вот они обозначены полно единственное что здесь я бы посоветовал сухостой взять сразу около дороги потому что здесь он имеется около дороги а вот непосредственно около реки с сухостоем для дров очень сложно потому что это стоянки водников и естественно вдоль реки они все вычистили и так переход третьего дня нам предстоит довольно протяженный маршрут выход к морю если идти от стоянки первой стоянки на Керите после болот это Павловский порог то двадцать один километр довольно много поэтому есть смысл накануне после второго перехода становиться как можно ближе к мосту чтобы сократить переход третий переход это фактически выход к морю большая часть этого перехода проходит по дорогам причем довольно хорошим дорогам это старые геологические дороги и так выйдя со стоянки мы по геологической дороге выходим на трассу чекаловский плотина и по мосту переходим через реку Керите дальше мы немного проходим чуть-чуть в сторону плотины и прямо перед нами поворот влево и перекопанная дорога можно конечно пройти чуть вперед выйти на хорошую дорогу но смысла нет если ты идешь пешком лишний крюк делать поэтому через этот перекоп ногами легко очень пройти и мы снова выходим на дорогу и это дорога которая ведет на старый карьер мост через реку Луокса и здесь медвежий порог очень красивый вот и дальше все время идем вперед по дороге почти прямой до карьера эта дорога на армейках обозначена совсем короткой коротким отрезком за Луоксой она заканчивается поэтому лучше пользоваться картами картами топомап в данном случае масштаб 250 зайдя на карьер все время остаемся на дороге до развилки выходим к развилке там большой перекресток мы идем фактически опять таки прямо у нас с правой стороны будет большое карьерное озеро такое и дорога начинает подниматься вверх и с небольшого пятачка хорошо читаемая тропа уходит влево мы уходим именно по этой тропе к реке Керить выходим сначала идем по лесу потом по заболоченному участку такое небольшое болотце поэтому болотники или ОЗК должны быть на готове и далее вдоль реки Керить по Бечевнику мы выходим просто к замечательной стоянке которую местные называют корюшка потрясающе красивая стоянка но нам как бы стоять на этой стоянке нет смысла потому как переход в самом разгаре далее со стоянки мы продолжаем движение вдоль реки Керить по Бечевнику потом выходим к заборному озеру оно обходится по краю здесь заболоченные заболоченные участки идут в принципе легко проходимое там даже не болото просто высокий кустарник такой типа карликовой березы и голубики основная проблема это вот этот глубокий ручей ручей называется Качишный его лучше переходить повыше от заборного озера потому что вот этот вот участок впадения совсем заболоченный поэтому мы делали переправу самостоятельно но маловероятно что такая переправа переживет поводок весенний скорее всего ее уже нету за ручьем Качишный легко выходим снова к Керите и к домику рыбнодзора за домом рыбнодзора тропа идет опять вдоль реки вдоль порога заборный и выходит в губе Керить это уже море на противоположной стороне поселок Керить как я понял он сезонный то есть там постоянно жители не живут но там есть рыболовный дом там несколько дач и стоит часовня сделана да когда-то это был очень богатый и большой поселок одно из хозяйств Соловецкого монастыря то есть это реально поселку много столетий вот и там даже порт был большой дальше картина у нас будет выглядеть следующим образом здесь идет такой довольно обширный лук видимо это покосы села Керить и дальнейшее мы выходим на берег Керитской губы и ситуацию оцениваем следующим образом если отлив то лучше всего идти по берегу губы если прилив то проще идти по просеке которая там имеется и для этого лучше загрузить слой OpenStreetMap он удобен тем что на нем обозначены просеки здесь когда-то шла старая линия телефонная видимо которая шла на остров Керить если сильный прилив то есть самое его начало потому что здесь ход воды порядка двух метров а сигизийный прилив и все три будет то есть довольно высоко поднимается вода и когда полный прилив то буквально вода подпирает вас под склон поэтому лучше идти по вершине склона по тропе которая идет по просеке тут достаточно высокий кустарник тоже не очень удобно поэтому если есть возможность то лучше конечно двигаться по берегу в данном случае мы шли частично по просеке сначала и по мере того как стало отливать вышли на берег и по берегу или по просеке мы выходим к проливу узкая салма здесь есть еще один такой момент потому что вот тут вот где-то расположен родник из которого идет питьевая вода потому что летом пить хочется это единственная вода вот до которой мы можем дойти и попить дальше мы уже подходим проливу узкая салма это пролив с севера от него лежит довольно крупный остров это остров керить на острове был серьезный поселок был порт сейчас причалы остались и на базе вот этого поселка сделан полевой центр научный центр питерского и казанского университетов здесь биологи географы и так далее работают выйдя проливу узкая салма мы идем вдоль берега к второму ручью первый ручей который мы встретим здесь довольно большой ручей около него стоянки нету и тут очень круто все просто и мы выходим ко второму ручью скорее всего он называется пирожников потому что вот здесь вот у нас расположены пирожниковые озера верхняя нижняя и здесь у нас имеется хорошее место под стоянку ну и что еще в проливе клюет некрупная треска местный подвид трески это пертуй она такого оливкового цвета не очень крупная но зато очень вкусная здесь на этой стоянке мы обычно останавливаемся на дневку и вам я также это рекомендую сделать потому что дальнейшие переходы у нас будут идти вдоль моря и желательно чтобы переходы делались во время отлива тогда удобнее идти поэтому лучше стать на дневку во-первых три ходовые дня отдохнуть уже пора и надо поймать режим приливов и отливов потому что они каждые 6 часов 20 минут меняются то получается что каждые 5 дней режим приливов и отливов сдвигается на час итак четвертый переход четвертый переход или пятый день с учетом того что у нас была дневка на летней губе мы идем вдоль моря и находимся мы сейчас в районе Керецкого архипелага в так называемых салмах это южный берег Кандалахского залива устье реки Керет которые мы уже прошли и вот острова Керецкого архипелага наш путь будет от узкой салмы до летней губы так выглядит наш путь на карте 500 метров вот так немножко закрывается исходная точка это наша стоянка на узкой салме и вот летняя губа переходим на слой топом и так стартовал со стоянки на узкой салме мы идем вдоль берега поэтому лучше идти период отлива для этого собственно нам и нужна владневка чтобы выяснить режим смены прирев отливов и идем вдоль сначала узкой салмы выходим по узкой салме в район Керецкого рейда и прямой салмы здесь у нас картина выглядит так берег сначала песчаный потом постепенно переходит в мелкую гальку потом в крупные валуны и прямо по крупным валунам мы идем на вот этом участке участке Керецкого рейда поэтому обязательно страховка альпинштоком потому как приходится прыгать с валуна на валун и надо сказать что можно там травмироваться на самом то деле поэтому надо обязательно самостраховкой себя обеспечить так мы идем до точки которая находится на траверсе острова Баршавец вот у нас остров Баршавец в районе траверса острова Баршавец начинаются скалы то есть теперь это уже даже не валуны это прямо бараньи лбы сначала достаточно плоские такие плиты уходят в море дальше эти плиты постепенно разворачивается и становятся все более крутыми где-то от серединки траверса острова Баршавец надо подняться наверх на плато здесь мы пройдем часть пути по плато над морем потому что здесь просто обрывы крутые перелезем через небольшой ручеек ручеек такой перешагнушка но здесь рядом с ним такое моховое место и надо быть внимательным потому что ну просто возможны щели между камнями куда может попасть нога и травмироваться поэтому обязательно опять-таки самостраховка и пройдя вертикали мы спускаемся к морю тут хорошо заметно медвежья тропка вниз опять выходим к морю и идем вдоль моря впереди видны очень крутые обрывы здесь есть ручей с хорошей водой с чистой ну даже это не ручей а выход грунтовых вод и далее опять-таки вдоль берега под утесами поэтому в отлив надо идти потому что в полный прилив вода вплотную к утесу подходит входим в глубокую салму и выходим к ежевниковой губе мысу ежевников вот оно и ежевникова губа можно обходить можно подрезать но там тут все хорошо видно насквозь такой достаточно прозрачный лес все это дело мы проходим устье небольшого ручейка и на южном берегу ежевниковой губы мы поднимаемся на скалы снова здесь довольно крупный бараний лоб но достаточно легкий подъем просто террасы и мы идем почти строго на юг пересекая плато путь достаточно простой плато не таким закрытым редколесьем достаточно редким сосновым лесом с ягельниками и идти достаточно легко и уже от середины пути нам открывается вид на летнюю губу вот она такой фьорд летняя губа в дальнем конце в котором впадает летняя речка мы же спускаемся к морю здесь есть тропинка но эта тропинка такая она то появится то исчезнет поэтому на определенных участках есть смысл просто выйти к морю и идти вдоль моря к устью ручья в устье ручья хорошо заметная тропа уже выходишь на тропу четкая такая ярко выраженная тропа и здесь сразу за переправой переправа по камням легкая совершенно тропа раздваивается нам нужно на левую по этой левой тропе выходим на западный берег летней губы здесь вполне себе приличная такая стоянка дрова в лесу рядом вода в ручье единственный минус надо возвращаться ходить за водой ну получается где-то 200 метров за водой ходить но плюс в том что стоянка развернута на выход из губы и ветер с открытого моря сдувает мошкару это очень важный момент потому что раньше мы пользовались стоянкой в устье летней реки и здесь просто заедает мошкара пятый переход с летней губы на приморскую стоянку один из самых коротких переходов на нашем маршруте но сама по себе стоянка так хороша что на ней хочется даже дневку провести не то что уж остановиться на ночь довольно простой переход мы возвращаемся назад тропе у переправы и по этой тропе уходим в дальнему берегу летние губы идем вдоль моря до устья летней реки в устье летней реки хорошая поляна и место под лагерь но наверно только если вы идете осенью когда мало комара и гнуса больно здесь заедает летнюю речку легко перейти вброд но переходить надо как можно ближе к морю здесь речка становится шире и течение не такое сильное в сухие годы в русле реки видны деревянные лотки здесь когда-то был лесослав в середине 20 века и сплавляли лес озера летнего на котором был шлюз вода поднималась накапливались бревна и потом шлюз открывали и вот по этим лоткам с сильной водой бревна просто выносила в летнюю губу бревна очень скользкие поэтому даже напротив стоянки ну не стоит переходить через реку вброд потому что можно легко упасть и травмироваться так дальше мы идем вдоль берега губы выходим к еще одному месту под лагерь и набираем высоту залезаем на плато и идем прямо вдоль по верху по плато наверху плато прямо напротив нашего лагеря ночного на западном берегу на восточном берегу наверху плато есть тур и в районе этого тура ловит мегафон это очень важный момент потому что можно какую-то связь там смски послать или даже позвонить далее мы продолжаем путь по плато правда есть места где приходится спускаться вниз и снова подниматься то есть вот место спуска подъем снова на плато опять спуск к морю здесь вот видно даже что мы идем по отливной полосе и далее идут такой террасы почти ровные террасы плато по скалам топаем на восток и спускаемся к иваньковой губе вот она иванькова губа здесь довольно большой такой скалистый мыс но его в принципе несложно обойти и лесом в глубине иваньковой губы находится где-то вот здесь находится рыболовный дом но вот когда мы были в семнадцатом году он был не жилой то есть там вообще никого не было заперто закрыто все вот видимо он такой сезонный характер носит и приезжают уезжают далее по берегу губы и приходится подняться на скалы потому что здесь довольно сильный прижим и приходится подниматься на скалы как раз место идет подъем приходится по уступам далее по плато спуск снова спуск со скал и выход к стоянке речка обозначена что впадает перед стоянки на самом деле она впадает за стоянкой стоянка очень хорошая вода рядом очень много сухостоя на скалах вот здесь сюда ну клюет треска итак очередной переход на этот раз мы идем вглубь континента и наша цель Никольская губа так выглядит наш маршрут на генштаровской карте итак с приморской стоянки мы уходим вдоль берега обходим небольшую загубинку выходим вглубь губы не знаю как эта губа называется не исключено что название ее соколка по крайней мере так я слышал от местных далее в глубине губы мы начинаем углубляться в лес здесь плавный достаточно подъем идет постепенно уходим на плато и стараемся держаться к югу то есть южное направление и таким образом идем по периодически поднимаясь на такие открытые плато потом спускаясь в тайгу мы выходим к довольно крупному болоту болото это обходится по западной его стороне за болотом довольно крупная галь мы ее также обходим и выходим к губе которая называется губа осечкова или отсечка здесь в глубине губы стоит рыбацкая избушка губу обходим здесь хороший бечевник в глубине губы когда мы подходим уже к бараньим лбам мы уходим от берега сначала идет неплохая тропа где-то до середины пути идет неплохая тропа далее тропа исчезает и уже чисто по азимуту на юго-восток мы выходим к протоке соединяющие цвечковую губу с губой никольской и снова двигаемся вдоль берега останавливаемся обычно на входе вот здесь вот такое место для отдыха тут какой-то столик есть и далее оптимальная версия конечно топать период отлива поэтому что можно идти напрямую мы вошли в никольскую губу рыбацкой избы здесь нет видимо когда-то была сгорела и далее все время по берегу идем вглубь никольской губы недалеко от устья никольской речки есть хорошая площадка под стоянку здесь мы поднимаемся здесь кострище все такое выложено и здесь останавливаемся на ночевку прямо над устьем высокий берег и здесь есть неплохая баня здесь мы обычно становимся на дневку очередную и паримся в банке потому что вокруг достаточно много сухостоя банка протапливается и здесь мы отдыхаем наша дневочная стоянка расположена недалеко от устья речки никольской если пройти вдоль реки во первых в самой речке есть ручьевая форель а дальше лежит довольно протяженное длинное такое озеро вытянутое само озеро я видел но не ловил там хотя один местный житель правда давно говорил мне что здесь неплохая щука после дневки мы начинаем отход от моря в сторону станции на которую надо нам выйти это станция амбарной от никольской губы прямо вот недалеко совсем от точки бани чуть-чуть вперед пройти по тропе здесь тропа идет бечевник который идет на длинное озеро вот и вправо от него отходит тропа вот по этой тропе все время вперед она одна спутать сложно хорошо натоптанная правда поднявшись на плато она спускается к довольно большому болоту будем пользоваться картами топомап они достаточно толковые более подробные скажем так значит поднявшись на плато спускаемся спускаемся с плато вниз и выходим идем вдоль такого заболоченного берега несколько мелких озер обходим и тропа на самом деле хорошо такая натоптанная местами даже переходит в такую гать небольшую правда по заболоченной местности это не то чтобы совсем болото а так вот такие хляби сырость и тропа выходит на вполне себе конкретную геологическую дорогу просто выползаешь прямо на нее и далее все время по дороге перейду снова на штановки между озерами вот здесь стоит небольшое небольшой домик рыболовный но если честно человека я в этом домике видел только в 2000 году вот и дальше все время по дороге по дороге по дороге достаточно такая хорошая дорога гравейная и выходим к старому гравейному карьеру около озера здесь мы забиваемся на ночевку потому что просто дальше пойдет участок где довольно долго не будет хороших мест под ночевку поэтому лучше здесь встать и переночевать общая протяженность около 12 километров далее со стоянки от карьера мы выходим через гравейные карьеры к озеру большое крохино и далее все время топаем по дороге дорога очень неплохая дорога подсыпанная есть участки болот где дорога твердая все четко хорошо идется но есть участки где она просто залита водой потому что ну произошло опускание почвы и вода с болот затекает на дорогу и там глубина где-то по колено поэтому опять-таки бродни или озы кабахилы должны быть наготове все время идем по дороге тут в принципе переход никаких сложностей топаем топаем по дороге и наша цель речка каменная перед мостом поворот вправо хорошо наезженная такая дорога выходит на стоянку правда стоянка рыбацкая с одной стороны есть такая изрядная куча мусора но в целом стоянка достаточно чистая хорошая и на стоянке кострище в принципе можно поставить достаточно много палаток хорошее место общая протяженность где-то 14 километров продолжаем переход снова выходим на уже знакомую нам дорогу и по этой дороге опять все время на юг есть довольно крупные пересечения проходим мимо довольно большие озера типа озеро юл озера на этом участке довольно много будет вот таких вот мест где грунт внутри твердый но с болот затекает вода потому что просто полотно дороги просела со временем никто же ее не ремонтирует с советского времени как вот там леса заготовки велись когда-то вот по этой лесовозной дороге мы продолжаем двигаться вперед до озера нюки наша цель озера нюки здесь есть отворот на второстепенную такую дорогу боковую хотя в принципе можно просто сориентироваться по проплешина вырубки большой и выход на озеро нюки в его западной части юго-западной части довольно такой светлый открытый лес хороший и здесь мы забиваемся на стоянку ставимся на ночевку и на дневку цель этой дневки ну и так помыться почиститься перед поездом и относительно недалеко мы от станции амбарной потому что поезда зачастую приходят очень очень рано утром и в поезд просто послать гонцов на станцию закупить закупить продукты в магазинах вот чтобы потом было что покушать в поезде и наконец заключительный этап с озера нюки мы снова выходим на гравейку и по гравейке идем опять дальше на юг до тех пор пока не зайдем на станцию амбарной до амбарного семь километров от озера нюки прямо совсем рядом со станцией есть один магазин и по-моему за железной дорогой вот здесь где-то еще один магазин есть если что что-то изменилось вполне возможно спросите у местных жителей они вполне такие хорошие отзывчивые люди скажут где магазин вот магазин открывается достаточно поздно где-то в районе 11 поэтому если у вас поезд утренний вот как допустим у нас было где-то около 6 утра то лучше сходить накануне семь километров не такое расстояние уж катастрофическое сходить и закупить продукты заранее если погода плохая то здесь есть зал ожидания даже вот но он чаще всего закрыт надо просто зайти рядом административное здание железнодорожное и ключ попросить они дают ключ откроете будете там сидеть если допустим дождь идет или холодно заодно скажите что вот вы пришли пассажиры на поезд есть смысл потому что в амбарном поезд останавливается на одну минуту чтобы вот стояли там допустим флажок держали пока вы не сядете и все путешествие закончено вот вот вот